Всем привет! Сегодня расскажу вам о посессе в квантифайрах. Я вам уже рассказывал о гриде квантифайрах и релактант квантифайрах, только я их лейзи называл. В общем, я вам рассказывал, там у меня урок по поводу повторения был, там где плюсики и знак умножения я вам рассказывал. Вот, если помните, у нас здесь есть символы, знак опроса, знак умножения, знак плюсики. Они у нас гриде, да, то есть они охватывают всю строчку и пытаются найти максимальные возможные совпадения. Вот, также я рассказывал о том, что в конце можно добавить к ним знак вопросика и у нас будет такой лейзи квантифайр или, как здесь написано, релактант квантифайр, то есть вот такие вот возможности. Вот, о них вы уже знаете. Сегодня я вам хочу рассказать еще об одном, посессе в квантифайре. Он работает как гридик в квантифайр. Для того, чтобы его использовать, нам в конце, после вот вопроса, после звездочки или после плюсика, нам нужно добавить еще один плюсик. Вот, то есть вот такой вот вариант, или вот такой, или вот такой. Это будет посессия в квантифайр. Работает он практически как гриде, но он нам немного времени экономит и при этом он очень опасен. Сейчас я вам расскажу все на примерах, все покажу. Собственно говоря, вот так вот он выглядит. Три варианта посессия в квантифайров. И давайте мы посмотрим первый примерчик. Есть у нас такая вот строчка ABC и между двух кавычек. Вот, и соответственно, у меня написано вот такое вот регулярное выражение. То есть я ищу кавычку. После кавычки любое количество символов, которое не будет являться тоже кавычкой. Вот. И в конце у меня будет кавычка. И соответственно, я сейчас это запущу. Ой. У меня все отработает. При этом, ну, я могу сделать это гриде, убрав плюсик. А могу добавить плюсик, у меня будет посессия в квантифайр. Работают они практически одинаково. Но есть определенные нюансы. Дело в том, что, смотрите, разница у нас между гриде и релактентом какая была. Гриде у нас доходит до определенного момента и продолжает искать. А релактент он у нас нашел первое совпадение и все. А гриде у нас еще до конца. Вот пока не найдет. Посессия работает так же, как гриде квантифайр. То есть он будет идти, 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 идти. Если найдет какой-то вариант, он будет идти дальше. Если уже конец строчки, то все. Вот. Но разница между ними в том, что гриде квантифайр, если он дойдет до конца строки и там ничего не будет, он пойдет назад. То есть у него этот rollback, не помню в общем слово. Я вам просто объясню, что будет. А если посессия в квантифайр дойдет до конца строки, он не запоминает, что у него там что-то там были какие-то совпадения там или еще что-то было. Он этого не запоминает, он назад по строчке не пойдет. И поэтому иногда это работает намного быстрее. И в некоторые моменты это действительно очень нужная и полезная вещь. Давайте я вам другой примерчик приведу сейчас, чтобы вы понимали. Смотрите, вот у нас такой пример. Такая же строчка, но в конце она заканчивается иксом. Вот у нас обычный квантифайр, который говорит, я хочу найти кавычку. Потом любое количество любых символов и в конце тоже кавычка. Вот. То есть он мне сейчас найдет, в принципе, вот этот, точнее, ну, смотрите, сейчас зайдем, он мне найдет это все. Но почему он находит? Как работает гридик в квантифайр? Он идет, находит вот это выражение, но ему мало, он жадно, он идет до конца строчки, он охватывает вместе с иксом. И вот когда он доходит до конца строки, он понимает, понимает, что конец, у меня ничего не получилось. Но перед этим у меня были совпадения, бэктрекинги так называемые. И что ему надо назад идти. Он идет назад на одну позицию, тут он предыдущий этот, ну, то, что он забэктрекал, что у него были совпадения, он это нашел и теперь он выводит. Если мы сделаем этот квантифайр не гриди, а мы его посессив сделаем, то есть мы в конце плюсик добавим, то он у нас не найдет. Почему? Потому что он так же, как и гриди, он идет, 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 нашел этот вариант. Потом он думает, блин, нет, я тоже жадно, я хочу больше. И он идет до конца строки. Но о том, что у него были уже совпадения, он забывает, он об этом не помнит, и он никогда в жизни не пойдет назад, то есть он умеет идти только вперед. И он доходит до конца строки, и вот он сюда пришел, смотрит, в конце строки, блин, нет совпадения. Ну, значит все, то есть он свалился. Вот так вот они работают. Естественно, вопрос, зачем нам нужны эти посессив квантифайры? Посессив квантифайры нам нужны для того, чтобы работать быстрее. То есть они реально иногда, как в книжке написано, я читал, save the day, то есть спасают вашу жизнь, грубо говоря. Потому что работают на порядок быстрее, они не запоминают, не трекают то, что у них были какие-то вхождения и так далее. То есть они идут до конца строки, там пытаются найти соответствующее вхождение. То есть они работают быстрее, лучше, особенно с огромными данными. Но при этом вам нужно знать, что когда вы дойдете до конца строки, вы найдете именно то, что вам нужно. Вот. И тогда у вас все будет работать быстрее. Иначе, если вы будете идти до конца строки, там у вас не будет того, чего вы ищете, то будет попа. Вот. Как-то так. То есть они используются редко, но иногда очень мощный вариант эти possessive quantifier. Вот. Еще один вариант. Это у нас я вам расскажу в следующем уроке за atomic group. И здесь я так немного решил затронуть эту тему. Что такое atomic group? Это есть вот у нас такое вот выражение possessive. мы его можем превратить вот в такое вот выражение. То есть это будет группа, которая начинается с открывающейся и закрывающейся скобки. И в ней должен быть вот такой вот даже, наверное, вот такой вот значок, который указывает, что это atomic группа. И все вот это вот выражение тоже будет possessive. Вот. Собственно говоря, вот самый первый пример. у нас possessive группа, в которой будет выражение или а, или б. Ой, нет. Это что-то. Что-то это я путаю. Это не possessive группа. Это просто группа. Она у нас безыменная. В принципе, это можно убрать. Никакого значения не будет. Разница. Единственное, потому что, как вы помните, вот этот символ, он означает, что мы нигде больше не можем ссылаться на эту группу. Ну, да ладно. Я думаю, что она нам не надо. Собственно говоря, вот у нас группа. Говорит о том, что мы ищем или а, или б. При этом это у нас будет possessive. То есть мы будем идти до самого конца. И у нас потом еще должна быть буковка б. Если мы сейчас это запустим, она у нас ничего не найдет. Почему так произошло? Потому что вот этот possessive quantifier, он пошел до самого конца. И лишь потом начал искать б, когда уже был в конце. Поэтому оно не отработало. Этот вариант можно заменить вот таким вот. То есть у нас та же самая группа. Но у нас quantifier уже grid. А здесь мы указываем, что у нас atomic группа будет. То есть вот такая вот у нас атомарная группа, скажем так, которая заканчивается на B. Это будет то же самое, что мы здесь написали. И опять же у нас ничего не будет найдено. Вот. А найдено у нас будет, если мы создадим вот такую вот атомарную группу. Она работает немного по-другому. Она у нас идет и ищет вот эту вот буковку A. Вот. Буква B вообще искаться не будет, которая вот здесь вот находится. То есть у нас буковка A будет искаться, она не найдется и все. И дальше у нас будет искаться B. Но в принципе вы на это... Ну то есть сейчас оно отработает. Но вы на это не заморачивайтесь. Я вам просто хотел чего донести. Я хотел вам донести то, что у нас есть possessive quantifier. Он работает так же как grid, но у него нет бэктрекинга. То есть как только он доходит до конца строки, если нету совпадений, он все фейлится. И хотел же так же вам сказать, что его можно заменить на вот эту вот atomic группу, атомарную группу, о которой я вам расскажу в следующем уроке. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока. Всем пока.